Приветствую вас! Совершенно очевидно, что мы изменим вашу жизнь, если поможем вам разобраться с этой проблемой. Вопрос только в том, куда изменится ваша жизнь, в лучшую или лучшую сторону, это уже сейчас будете исключительно вы, потому что мы практически никогда неизвестно, как человек, допустим, отреагирует на то или иное. То есть практически никогда неизвестно, как человек отреагирует на свои изменения, например, на свои чувства, например, и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что изменения совершенно очевидно будут, вопрос только в том, какие они будут, эти изменения, потому что вот то, что жизнь изменится именно к лучшему, я думаю, что этого вам вряд ли может кто-то обещать, это вам вряд ли может кто-то обещать, с 100% уверенностью, потому что, еще раз повторю, да, потому что не всегда понятно, какие, ну, какие изменения вообще произойдут. Вот. В принципе. Вот. Это такой момент. Дальше. Вы пишите, что я себя по жизни отдергиваю, видят у меня, что это может быть супер, но силы заставляются во всем, даже когда точно знаю, что могу больше. Что делать? Работать с причиной запретов. Началось в первом классе, когда я умненько и отличница узнала, что если в тетради сделать ошибку, исправить эту работу без ошибок. Я полагаю, что здесь вы ошибки делаете с какой-то целью, например, целью доказать себе, что вы на самом деле не идеальны, как вы хотят видеть вас, окружающие люди, а то, что вы на самом деле все-таки человек, ну, у которого есть какие-то проблемы. То есть вам нравится делать ошибки, чтобы подчеркивать свое несовершенство, потому что вы считаете, что вы должны быть совершенным. Вот. Совершенно очевидно, что, вот, как и сказал мой коллега, совершенно очевидно, что, вот, то, что вы делаете ошибки, то, что вы делаете ошибки, то, что вы их, ну, то, что вы их допускаете, да, ошибки. Вот. Но у этого есть причина. И вот, возможно, именно с причинами, да, то есть с тем, зачем, для чего вы делаете ошибки. И нужно работать. И тогда, когда и если мы это сделаем, вот, ситуация, в принципе, вполне себе может измениться, ситуация, в принципе, вполне себе может стать другой, вот. Но только после того, как будет понятно, почему вам хочется делать ошибки. То есть то, что вы получаете от этого, от, ну, от того, что совершаете ошибки. Вот. То есть почему вам захотелось совершать ошибки. Какое или какие смыслы вы из этого для себя извлекли. Дальше. С тех пор некоторое время я считал своим долгом наделать ошибок и наисправлять. А для чего, да? То есть, как бы, какую цель вы проследите, исправляем. Так можно поехала в других сферах со мной себя обламывать. Ну вот, примечательно, что, как сказать, примечательно, что облом, облом, не обязательно, если вы совершаете ошибки. То есть, облом обязательно в том случае, если вы не исправили ошибки. А если вы исправили ошибки, какой же облом? То есть, вот тут вот пока, в данном месте вашего текста, да, не совсем ясна связь между ошибкой и обломом. Имею в виду ситуацию, когда объективно могла, а не зеленый виноград. Что такое зеленый виноград? Ну, непонятно. Вы измените мои ключи, может помочь разобраться с этой проблемой? Да, измену. Значит, в конкретном примере я наделал ошибок, чтобы у меня вместо идеально написанного задания было задание с ошибками. И чтобы я довольствовался этим. Но, Лена, какая у этого цель? Вы же захотели совершить ошибку для чего-то? Вы же ее начали совершать? Значит, здесь либо до этого тот факт, что вы являлись отличницей, было, как бы, навязанным извне. То есть, это было не ваше. И, соответственно, ошибкой вы делали для того, чтобы лучше себя чувствовать. Или лишь идет немножечко о другом. Например, что отличницей вы были, потому что вам этого хотелось, а вот, допустим, ну, к примеру, ошибки вы уже совершаете, потому что вам, ну, потому что вам так внушили, к примеру, кто-то внушил вам, что, типа, ошибки должны совершаться. Вот. И вы, возможно, ошибались и раньше, просто это, ну, не было, не было, может быть, так очевидно вам. Вот. То есть, условно говоря, что-то из того, что вы делаете, является не вашим. Итак, условно говоря, что-то из того, что вы совершаете, является, извиня, интроэктивным. И вот с этим, с тем, что навязаны извне, и нужно разбираться для того, для того, чтобы, как бы, ну, вас это, это, ну, не отягощало, допустим, вот, и всё, такой момент. Так что, да, мы изменим вашу жизнь к лучшему, если у вас будет, ну, будет желание какого-то, на это мы изменим, но вопрос в том, что эти изменения, они находятся у вас, мы просто поможем вам раскрыть это желание, вот, и всё. Такой вот, ну, такой вот момент. На этом всё, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что вы всё-таки выберете себе специалиста, с которым можете разрешить ваши проблемы.